Когда он состарился, он сказал внукам, «Я не забуду день, когда я был на служении», проповедовал Иисус. Он захотел накормить всех, но никто не хотел делиться. Но я поучаствовал в незабываемом чуде. Бог взял мой обед и накормил им толпы. Я Пол. Вы здесь не случайно. Бог не отвернулся от вас. Ваши лучшие дни ждут вас впереди. Вы победитель, потому что в вас живет Иисус Христос. Христос решил совершить незабываемый поступок. Ученики будут помнить об этом всегда. Иисусу свойственно творить необычное. Его нельзя было застать врасплох. Никто не мог знать, что он сделает. Он никогда не проповедовал на одном и том же месте и на одних и тех же подмозгах. Он поступал необычно, чтобы люди не забывали об этом. Пятая глава Луки. Скажите, однажды. Однажды произошла незабываемая встреча людей с Иисусом. Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы слышать Слово Божье, а Он стоял у озера Генесарецкого. Во-первых, Иисус проводил собрание у озера. Церковь у озера — это потрясающе. Кто из вас хочет собрание у озера? Хватайте рюкзаки, и мы сделаем служение у озера. Мы будем крестить в озере. Все будут сидеть в лодках и плавать, разрушив стереотип об истинной набожности. Христос на время вышел из синагоги. Увидел Он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, обратите внимание, Иисус использовал то, что Он увидел. Все обратили внимание на Его проповедь. Он сказал, «Отплыви на глубину, и Я буду проповедовать там». Бог служил у озера не для того, чтобы удивить людей красноречием. Христос хотел сделать чудо для них. Он повернулся к рыбаку в лодке, к Симону. Иисус Христос все сделал с целью. Он создавал возможности для людей не только для запоминания проповеди. Бог хотел приобщить их к жизни с Иисусом. Он сказал Симону, «Отплыви от берега и закиньте сети свои для лова». «Я не хочу прочесть незабываемую проповедь». Вы увидите незабываемое чудо. «Закиньте сети для лова». Симон сказал, «Иисус, рыболовство — это наш заработок. Мы работали всю ночь, мы трудились усердно». Проповедь на лодке прекрасна, но она не имеет отношения к нашему ремеслу и образу жизни. Твоя проповедь на лодке хороша, но сейчас ты сказал то, чего ты не понимаешь. Бог ответил, «Доверься мне, доверься, я сделаю чудо, и лодка начнет тонуть из-за большого улова рыбы». Симон ответил, «По твоему слову, мы испытываем твою идею». Итак, когда он закинул сети, они поймали огромное количество рыбы. Когда ты послушен Богу и сотрудничаешь с Ним, то ты увидишь чудо. Это Божье чудо превзойдет все твои ожидания и ошеломит тебя. Они поймали огромный улов, и даже сеть порвалась. Они позвали друзей, ведь лодка не вмещала столько рыбы. Это было незабываемо. Петр сказал Христу, «Я грешник, я недостоин видеть твою чудесную силу. Отойди от меня». Бог сказал, «Петр, я выбрал тебя, несмотря на грехи и грешный образ жизни. Я избрал тебя, хотя ты считаешь себя недостойным. Ты увидел чудо, ведь я хочу, чтобы у тебя началась незаурядная жизнь». Интересно, как 20 лет спустя Симон Петр описал бы этот день, когда он увидел незабываемое чудо Иисуса. Он был готов выйти из зоны комфорта. Вы готовы сделать это? Есть то, что смущает вас. Поверьте в Божье Слово. И выйди из зоны комфорта. «Откажись для себя. Перестань думать только о себе. Доверься Богу». И тогда ты увидишь Его чудеса. Ты помнишь свои незабываемые моменты? Знаете, когда мне было 12 лет, я попросился в миссионерскую поездку в Мексику. Рядом с нами находился так называемый «город мусора». Я не забуду его. Мы приехали туда. Мы увидели людей, живущих на огромных мусорных свалках. Люди жили в огромных курганах из отходов. Детишки подбежали к фургону. На них не было рубашек, штанов и даже трусиков. Они бежали к нам. Они обнимались с нами. И мы молились о них. Я думал, что я могу сделать для них. Чем мне послужить этим жителям? Как помочь детям? Мы отдали им деньги, которые у нас были. Мы привезли деньги на покупку сувениров. Мы отдали часть этих денег миссионерам для помощи местным детям. Когда мы тронулись в путь, дети помчались за нами. У меня был плеер. Я надел наушники. Я слушал лихие хиты Стивена Чапмана. Чапман пел песню. Мы оставим все ради Божьего призыва служить. Мы оставим все. Мы оставим все, что есть, лишь ради Него одного. Я посмотрел в окно и заметил, как дети бегут за фургоном. Я заплакал и сказал, «Господь, я хочу помогать людям узнать Твою любовь. Хочу до конца жизни помогать людям познавать Твою любовь». Для меня это был просто незабываемый момент. Почему ученики запомнили свои встречи с Христом? Он хотел, чтобы они познали Его любовь. Чтобы они познали любовь Бога и заботу. Представьте, что вы слушаете свидетельства, видевших Христа. Допустим, вы общаетесь с мальчиком, учеником чуда, с рыбами и хлебом. Этот учитель из Галилеи проповедует. Он говорит, кто готов отдать нам свой обед? Никто. К нему подходит мальчик. Он говорит, у меня есть хлеб и рыба. Чудотворец из Назарета умножает их и кормит тысячи людей. Представьте себе, что происходит много лет. Когда этот парень состарился, он сказал внукам, «Я не забуду день, когда я был на служении». Проповедовал Иисус. Он захотел накормить всех, но никто не хотел делиться. Но я участвовал в незабываемом чуде. Бог взял мой обед и накормил им толпы. Подумайте об учениках в лодке. На Галилейском море начался шторм. Всеверкают молнии и волны обрушиваются на лодку. Христос смиряет шторм. Двадцать лет спустя мы расскажем детям об этом. Мы скажем, мы плыли по морю, начался шторм. Мы боялись умереть. Мы-то думали, что Христос только исцелял, и что Он мог лишь исцелять болезни. Но Он остановил шторм, который вот-вот и поглотил бы нас. Мы поняли, что Он силен не только исцелять болезни. Также Он защищает нас и наших детей. Его ангелы несут стражу вокруг нас. Почему Бог создает незабываемые события для людей? Потому что Он дал им понять. Он воспламеняет даже бытовые нужды. В колледже кто-то подарил мне книгу. «Фиолетовая корова» — это не духовная книга, а сочинение о бизнесе. Я изучал эту сферу. Я читал книгу «В захлеб». Автор рассказывал о том, как он ездил в Германию. Они ехали и видели зеленые луга, где паслись коровы. Это понравилось им. И они сделали фото. Потом они ехали мимо второго луга. Этот лук ничем не отличался от предыдущего. Несколько часов они ехали мимо угодий с коровами и привыкли к этому. Он сказал супруге, «Представь себе фиолетовую корову». Она удивилась. «О чем ты говоришь?» Он сказал, «Если бы среди коров привычной расцветки стояла буренка фиолетового окраса». Супруга ответила, «Таких коров не бывает». Что бы ты сделала, если бы она была? Я бы затормозила и сделала фото. Я рассказала об этом подругам. Я сделала бы пост о ней в социальных сетях. В книге говорится о выдающемся бизнесе. О бизнесе, который, как та корова, притягивает внимание и где обслуживают безупречно. Автор упоминал одну компанию. Прошло 16 лет, и эта компания до сих пор как фиолетовая корова. По моему мнению, их куры — это лучшие куры. Поговорим в воскресенье о незабываемой компании. Она придерживается христианских ценностей. Они умеют показывать класс. Бог хочет, чтобы христиане достигали больших высот не только в бизнесе. Он призывает нас достигать высот в нашей вере. Он сказал, «Вы — царственное священство. Вы рождены не для подражания миру. Вы — поколение избранных. Вы — избранный народ. Я призвал вас из тьмы в свет. Вы рождены светить в это время. Хватит вести себя так, будто вы будете жить здесь 300 лет. Живи сегодня для меня. Живи сегодня для Бога. Живи всегда для Бога. Потому что вы — избранный народ. И я призвал вас из тьмы в свет. Вы рождены светить в это время. Хватит вести себя так, как будто вы никогда не умрете. И будете жить на этой земле вечно. Живи для Бога. Мы — избранный народ. Мы попрощались с ребятами. И я плакал. Они сказали, «Мы любим вас. Вы — потрясающий учитель. Спасибо вам». Одна девочка призналась. Одна девочка призналась. Я забыла ваше имя. Я разразился. Забыла? Как ты могла забыть его? Я помню твое имя. Я же здесь один. Как ты могла забыть мое имя? Я был вне тебя от ярости. Мое имя? Как ты могла забыть мое имя? Я помню твое имя. Представьте, что Церкви Победа нет в Талсе. Без Церкви этот город отиротел бы. Ведь мы служим этому городу 40 лет. Мы празднуем наше 40-летие. Все это благодаря вам. Вы согласились помогать и служить. Вы можете проявить любовь и обнять ближнего. Вы открываете дверь и помогаете маме, у которой нет мужа. Помогите с раздачей еды. Хотите, чтобы о вас помнили? Служите, любите. Хватит думать лишь о себе. В третьей главе послания Колоссянам сказано, «И все, что вы делаете, словом или делом». Нас смотрят мамы и папы, студенты, пасторы и тренеры атлетов. Нас смотрят сотрудники тренажерного зала и многих других заведений. Допустим, заведение общественного питания. Все, что вы делаете словом и делом, все делаете во имя Господа. Это моя работа. Итак, моя цель неизменна. Если моя работа и должность изменятся, моей целью останется славить Бога своим трудом. Пусть меня помнят за мои дела. Кто-то считает, что Он будет помогать лишь тогда, когда разбогатеет. Однажды за окном шел проливной дождь. Наш учитель сказал, «Ребята, идите поиграть под дождем». Итак, работа учителей заканчивалась в три часа. Он сказал, «Ребята, идите поиграть под дождем». Я согласился с ним. Я, Эшли, Даниэл и другие ученики выбежали. Этих зданий еще не было. Здесь было открытое поле, залитое водой, глубиной почти в метр. Мы играли в аквапарк. Мы плавали там. Учитель стоял здесь. Я не забуду, какую радость Он доставил мне. Люди никогда не забудут радость, которую вы принесли им. Чтобы окружающие запомнили вас, вам не понадобится много денег. Уделите время и проявите внимание. Примите решение быть готовым помогать тем, кто окружает вас. И все, что вы делаете словом или делом, делайте с энтузиазмом, безупречно и от всего сердца. Скажи, все, что вы делаете, Павел говорит, все, что вы делаете словом или делом, делайте от сердца. Делайте это так, чтобы люди не забывали это. Не работайте только ради зарплаты. Работайте ради Бога. Не трудитесь на показ. Я работаю не для шефа, а для Бога. Поэтому шеф не определяет мою ценность. Он платит мне, но Бог видит меня. Бог наблюдает за моим отношением к людям. И если я халтурю, повышаю цены и несправедливо отношусь к клиентам или говорю плохое о шефе, то мне надо вспомнить о моем небесном начальнике, о Боге. Он всегда там. Он говорит, я вижу то, что не видит босс. Я видел, как ты помог своему коллеге, которому плохо. Я видел, как ты оплатил ей кофе. Ты пришел на работу раньше. Шеф не видит то, что вижу я. Я дам вам пять пунктов из 23 стиха колоссянам. Незабываемый человек работает превосходно. Итак, превосходный дух. Библия говорит о людях, у которых превосходный дух. Он действовал через них. Пророк Даниил описывает Персидскую империю. Они не знали Божьего Слова и его заповеди. Даниил верил в Бога. Этот юноша доверял Яхве. Даниил отличался от всех своих сослуживцев. Его окружали скверные люди, не верившие в Бога. Они не верили в Божье Слово. Он отличался от них тем, что он цитировал библейские стихи. Он усердно трудился и имел превосходный дух. На работе надо иметь превосходный дух и быть похожим на Иисуса Христа. Приходите на работу вовремя и поступайте честно. Не ленитесь и трудитесь безупречно. Делайте больше, чем говорит начальник. Однажды он заметит вас. Даниил рос в карьере. Он сказал, я тружусь для небесного царя. Я буду поступать наилучшим образом. Второй пункт. Это энтузиазм. В Колоссянам Павел сказал, все, что вы делаете, делаете от души. В Ефесянам написано против ленности так, служа с усердием, как Господу, а не как человеком. Энтузиазм – это отношение. Я работал в лагере в Мериленде. Мы пахали с шести утра до шести вечера, с понедельника по пятницу. За час мне платили доллар и 83 цента. Это было незаконно. Я простил их. Они сказали, ты подписался под этим, и это нелегально. Они правы. За две недели я зарабатывал 126 долларов. Это плохо влияло на мое настроение. Тем не менее, нас кормили три раза в день. И мне позволяли оставаться с людьми в здании. Утром и вечером я чувствовал усталость. Часть моих коллег были токсичными ребятами. Я хотел уволиться. В Талсе местные узнали меня и сказали, это же сын Билли Джо. Откуда там узнали об отце? Тогда Господь изменял меня. В выходные дни я занимался бегом. Я бежал долгие 4 километра. Я увидел выжженную траву. И так, это была территория коричневого цвета. В том местечке не было никакой зелени. Однажды я бежал и вдруг увидел посреди выжженного поля нежный подсолнух. Я остановился и посмотрел на подсолнух. Почему ты вырос здесь? Бог сказал, «Цвети там, где ты насажден». Не позволяй проблемам влиять на тебя. Трудись от души там, куда я привел тебя. И я запомнил это и работал с хорошим настроением. Я начал трудиться от души. Превзойди ожидания людей. Узнай, что шеф ждет от тебя и сделай больше. в книге «Бытие» мы читаем о Ревеке. Авраам искал жену-сыну. Он отправил Елизера найти ее. Елизер приехал к колодцу. Там была Ревекка. Она сказала, «Вам дать воды?» «Да, я устал». Она зачерпнула воды из колодца. Она служила незнакомцу. Он пил воду. Хотят ли верблюды пить? Верблюды не пили воды несколько дней. Верблюд, который не пил воды несколько дней, выпивает сто литров за раз. Теперь представьте себе, как хрупкая Ревека черпала воду. Она превзошла ожидания Елизера. «Живи так, чтобы о тебе помнили, помогая другим достичь успеха. Живи так, чтобы о тебе помнили, воодушевляя людей достигать успеха. В мире процветает жадность. Это моя заслуга. Это мое. Это моя зарплата. Я, мне, мое». Люди поглощены мыслями о себе. Изменитесь и начните помогать людям. В тот раз я спросил, «Есть ли те, кому надо помочь?» Сегодня я спрашиваю вас об этом еще раз. Вам нечем платить за газ и за электричество. У вас мало денег. Есть ли здесь люди, у которых сложились непростые обстоятельства в сфере денег? Вы знаете, я имею в виду такое положение, когда ты не знаешь, на что ты будешь жить в следующую неделю. Поднимите руки. Поднимите, пожалуйста, руки. «Да, вот человек позади. Дайте ему эти деньги». Он поднял руку. «Я вижу больше рук. Бог видит вас, и он заботится о вас. Он любит вас. У кого из вас нехватка денег, давайте делать незабываемые дела». Бог видит вас, и он заботится о вас. Он любит вас. Друзья, у кого из вас не хватает денег, давайте делать незабываемые дела. Поднимите руку. Вы подняли руку, возьмите 50 долларов. Передайте ему, пожалуйста. Бог видит вас. Он заботится о вас. Кто еще поднимал руку? Купите обед своему ближнему. Оплатите его счет. У кого на этой неделе был свадебный юбилей? У вас круглая дата? У кого есть круглая дата? У вас? Где вы? Вы здесь? Поаплодируйте паре с первого ряда. Сколько вы лет в браке? 23? 23 года? Пригласите жену на свидание. Кто из вас учится в колледже? Вы студент? Вам нужны деньги? В прошлый раз мне передали эти деньги. Этот человек сказал. Отдайте эти деньги студенту колледжа. У меня есть оживательная резинка. Деньги кончились. Вам нужна резинка? Если у вас есть проблемы с дыханием, я дам вам ее. Перейдем к пятому пункту. Проявляйте Божью любовь и щедрость к ближним. Вы заметили того, кому я не успел помочь? Пожалуйста, дайте ему денег. Тай Бакер сделал это. Я спросил, кому нужна помощь. Десять человек подняли руку. Неожиданно люди начали помогать ближним. Вы словно достали мопед и выехали из зоны комфорта. На собрании вы сказали, «Сейчас я помогу ближним, и я закончу служение рассказом». Я работал в лагере, где Бог велел остаться мне. Я работал с начальным и средним звеном. Я наладил отношения с второклассниками. Это были малыши, прибывшие из Вашингтона. Прошло три месяца. В конце лета мы попрощались друг с другом. Я плакал. Мы стали друзьями. Они сказали, «Мы любим вас. Вы потрясающий учитель». Одна девочка призналась, «Я забыла ваше имя». Я разозлился. «Забыла?» «Как ты могла забыть его?» «Я помню твое имя». Я был как ежик. Она сказала, «Я забыла ваше имя». Она перебила меня. «Я хочу сказать вам, что вы лучший учитель в моей жизни». «Я так люблю вас». Она обняла меня. Мне было 19. Это было давно. Но я помню это. Бог сказал мне, «Не прославляй себя». «Не прославляй себя». «Если я умру, и все запомнят меня, то я служил зря. Я служил ей, чтобы она узнала имя Господа». Бог хочет, чтобы мы жили незабываемой жизнью. Он не хочет, чтобы мы выживали и влачили жалкое существование. Он хочет, чтобы мы увидели незабываемые моменты. Он хочет, чтобы у нас были незабываемые воспоминания. Вы слышали проповедь? Пусть в конце жизни у вас будет, что вспомнить. Пусть будут люди, которые скажут, «Ты изменил меня и показал мне Бога». Мы не должны прославлять себя. Мы должны славить имя Бога и сделать его известным. Пусть люди познают его характер. Вы нуждаетесь в напоминании о том, что у Бога есть план для вас. Бог хочет влиять на других. Он хочет, чтобы вы запомнили хорошее в этом году, предлагая вам помолиться. Скажите, «Спасибо тебе за незабываемую жизнь и за приглашение жить такой жизнью. Я принадлежу тебе во имя Иисуса. Аминь». Если вы молились сейчас, то для вас наступил замечательный день. Сделайте шаг в незабываемую жизнь. Присоединитесь к церкви. У нас есть онлайн-община верующих. Станьте ее частью. Спасибо, что вы присоединились к нам. Мы хотим помочь вам жить незабываемой жизнью. На экране вы видите адрес сайта. Напишите нам свои контактные данные. Ваши лучшие дни еще впереди. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...